Правописание гласных «ы» и «и» после приставок. Гласное «ы» пишется после приставок, оканчивающихся на согласный. В слове «сыграть» после приставки «с» мы должны будем написать букву «ы», хотя в исходном слове пишем букву «и» – «играть». В слове «безинициативный» после приставки «без» оканчивающейся на «з» мы пишем гласную «ы», хотя в исходном слове «инициативный» пишем гласную «и». Если в слове есть приставка, которая оканчивается на гласной, например, в слове «поиграть», то после этой приставки у нас сохраняется буква «и» – «поиграть», «заинтересовать». В этом случае у нас нет проблем с написанием буквы «и». Есть исключения из этого правила. К исключениям относятся слова с приставками «меж» и «сверх». Допустим, «межигровой сезон» после приставки «меж» мы должны будем написать букву «и». Помните наше базовое правило «жиши» пиши с буквой «и». В слове «сверхинтересный» после приставки «сверх» мы должны будем написать букву «и», потому что приставка «сверх» является исключением. К исключениям относятся слова с иноязычными приставками, такими как «контур», «супер», «дес» и т.д. Посмотрите на примеры. «Контрыгра» сохраняется буква «и» после иноязычной приставки, «суперинспектор» сохраняется буква «и» после иноязычной приставки, «дезинформация». Также пишем с буквой «и». К исключениям у нас относится устаревшее слово «взимать», например, «взимать долги». И в сложных словах у нас сохраняется буква «и». Слово «спортинвентарь» состоит из двух корней. Здесь нет приставки «спорт» и второй корень «инвентарь», поэтому здесь пишется буква «и». Продолжение следует...